Айов, чуваки, вы на канале Айду. No Man's Sky по-настоящему огромная игра, с не просто нереально большим количеством процедурно-генерируемых планет, но и с огромным количеством игрового контента, большим спектром механики возможностей, и с очень атмосферным, и чарующим своей неизвестностью и масштабом сюжетом. С момента предыдущих 50 дней прошло уже достаточно много времени, и я заметил, как тепло вы приняли прошлую часть, поэтому решил, что продолжение нужно сделать как можно скорее. Да, кто начал просмотр с этого видео, знайте, что это вторая часть, и начать стоит с первой, перейдя по этому уведомлению или ссылке под видео. Прошлые 50 дней, чем я только не занимался, я строил базу, покупал космические корабли, даже если они мне были не нужны, что поделать, не могу я устоять перед новыми игрушками. Посещал черную дыру, искал Артемиду и нашел, хоть и закончилось все весьма печально. И казалось, что я охватил вообще все, что может предложить мне игра, но я совру, если так скажу. С учетом того, что у каждой планеты во вселенной свой размер и скорость вращения, день на каждой из них будет длиться по-разному, поэтому одним днем выживания в мире No Man's High я буду считать 30 минут реального времени. На вторую часть у меня были некоторые планы, но будет лучше узнать про них по ходу самой 100 дневки, так что мы начинаем. Я решил, что основной целью этих 50 дней будет закрытие сюжетной части игры. И не переживай за качество картинки, это был глюк ОБС и уже в следующем игровом дне я все исправил. Сюжет No Man's Sky, он довольно специфический, и не знаю как будет дальше, но спустя почти 30 часов игры я, признаться, мало что из него понял. Но перед тем, как приступить к распутыванию этого клубка сюжетных линий, я решил заняться делами куда более приземленнее. Мое поселение, мой маленький Житомир, требовало помощи, и я незамедлительно направился туда. Как десятки раз до этого меня встречали с хлебом и солью, а точнее с энергетическими пушками. Такая зачистка поселения от сломанных стражей за 50 дней игры стала для меня вполне привычным делом, как и жители-болванчики. Как приятно возвращаться в дом, где все всегда по-старому. Как мэру и, по-видимому, судье, мне пришлось решить конфликт двоих корваксов, в котором один обвинял второго в махинации с ценами в торговом терминале. Информации нам дали мало, но сказали, что оба эти существа конфликтуют между собой уже давно. Так что я решил выбрать меньшее из наказаний, не выгонять преступника, а просто заставить его заплатить штраф, что уменьшит долг поселения, которого у нас и так нет. Потом я закинул ресурсы в строительство, которое простаивало еще с прошлого видео и полетел в открытый космос. Я решил посетить аномалию и выполнить один из ежедневных квестов, за которые давали очень редкий ресурс – ртуть, с помощью которой можно было открывать разные визуальные приблуды. Сделал я это не потому, что мне срочно нужны были штаны, блядь, а просто чтобы вспомнить, как работает этот мир и его механики. А еще чтобы наладить техническое состояние студневки. Если вы заметили низкое качество картинки, то не переживайте, в следующие дни выживания этого не будет. Задание перебросило нас в какую-то случайную систему, где я тут же посетил космическую станцию. А все потому, что на них были модули для улучшения инвентаря экзокостюма, и поскольку эти штуки были одноразовыми, я старался использовать их, как только такая возможность появляется. И вторая такая станция находится в самой аномалии, она тоже одноразовая, но если призвать аномалию в те места, где ты еще не был, эта штука будет работать и там. Ну а само задание заключалось в зачистке планеты от резонаторов диссонанса, которые производили энергию для сломанных стражей. Роботов, которые в обычном своем состоянии должны защищать ресурсы планет от разорения, но в сломанном виде это были просто куски металла, которые агрелись на меня после стрельбы по их резонаторам. И скажу честно, желания драться с ними у меня не было от слова совсем. Для меня No Man's Sky был не шутером, а игрой про исследования и новые открытия, так что я просто убегал от них, двигаясь от одного резонатора к другому. Выполнив задание, я получил свои 400 единиц ртути, которые не хватит ни на что стоящие. Так и прошел мой первый день. Второй день, качество записи поправилось, и я надеюсь, ваших сил хватило на то, чтобы дотерпеть до этой секунды. Я же двинулся в путь к некому страннику с именем Пусто. Именно он помогал мне с поисками Артемиды, которую я и искал на протяжении всей предыдущей части 100 дневки. Если вы все же хотите посмотреть первую часть, то лучше сделайте это сейчас, потому как прямо здесь будут спойлеры, ну и финал той части вышел очень бодрым. Несмотря на то, что Артемида умерла, и я не стал загружать ее душу в искусственно созданную симуляцию, о чем я после пожалел, я продолжил свою связь Пусто, так как он знал что-то о нашей реальности, чего не знаю я, и я даже не представлял, насколько все сильно закручено. Пришлось отправиться на морозную планету в поисках обсерватории, координаты которой он нам оставил. И поскольку я давненько не играл в No Man's Sky, то даже выделил минутку на то, чтобы зачистить содержимое сундучков рядом с обсерваторией, хотя чаще всего там не было ничего особо ценного. Перед входом стоял гек, с которым я решил поговорить. Он очень рада поприветствовал меня, видать это существо было счастливо. Гек подсчитывал прибыль, и я решил дать ему немножко монет, за что тот поделился со мной технологией улучшения. Чтобы вы понимали, 100 юнитов здесь это даже не копейки, а улучшения обычно покупаются за наниты, которые намного труднее достать, и ценятся они гораздо выше. В терминале станции была информация о том, что этот гек был послан сюда в наказание, за то, что совал свой клюв не в свое дело. Но, как мы видели, этот парень, пожалуй, и сам хотел сюда попасть, что мы здесь и прочли. Я извлек координаты разрушенного грузового судна где-то неподалеку, и собирался уже направиться туда, как увидел забаррикадированные двери, которые открывались только при наличии пропуска второго уровня, который у меня был. За первой дверью находилась обсерватория с растениями, откуда удалось извлечь немного углерода. За вторыми же находился какой-то сервер с данными и пара мелких полезностей. Чтобы отремонтировать эту штуку, требовались красные сферы, называемые памятью. И, кажется, я уже встречал нечто подобное, но вспомнил об этом только во время монтажа. Такие штуки я мог создать своими руками с помощью рецепта, который дал мне Атлас. Это огромная машина, которая, как мне кажется, тесно связана с этим миром. Или я мог купить эту сферу за небольшую сумму где-то на аномалии. Но, опять-таки, эти мысли посетили меня уже на стадии монтажа видео. Я вызвал свой звездолет и... Ну, разве это не круто? Мне вроде бы уже давно не 12 лет, но я каждый раз кайфую, когда вижу, как он приземляется. На месте крушения корабля был поврежденный терминал, активировать который удалось только после обыскивания местности и раскапывания контейнеров корабля, которые уцелели при крушении. И с помощью найденных модулей мне удалось извлечь записи корабля. Я не знаю, кто прочтет это сообщение. Я не знаю, сохранится ли что-то из этого. Но я умру достойно. Я запишу все, что мне известно. Они заполоняли все миры. Дроны действовали хаотично, не атаковали, а просто наблюдали. Время шло, и казалось, стражи больше не опасны. Они стали мирными. Так нам казалось. Мы думали, что прощены. Мы заблудились. Они ударили все разом. Единая скоординированная атака колоссального масштаба. В 54,2 стандартных минут ровно столько потребовалось стражам, чтобы уничтожить всю органическую жизнь во вселенной. Остался лишь один я. Хотя стоит отдать должное Корваксам, которые оставались со мной до конца. Они укрыли меня в сердце своей флотилии. Так, извините, не хватает ресурсов для расшифровки. Секунду. Они идут. Я все еще слышу крики своих друзей. Стражи нашли меня. Я велю, надо уходить. Говорю ему, что мы все и так знаем, что мы не одиноки. Даже если я умру, надо найдет меня в другой вселенной. Десяток таких, как я. Тысячу. Целый миллион. Мы не одиноки, ибо каждая душа это великое множество. И даже перед лицом 16, мы должны заявить о том, что мы жили, каким бы ни был наш конец. Главное, что мы существовали. Да, когда речь идет об уничтожении всего живого в целой вселенной, становится не до смеха. Плюс в записи упомянули НАДО. Это сущность священник из аномалии, где я был в самом начале. И эта самая аномалия способна путешествовать сквозь пространство-время, невзирая даже на законы вселенной. Но раз мы все еще живы, и вселенная продолжает существовать, значит и речь шла о совершенно другой, параллельной реальности. И пока у меня не вскипел мозг, я отправился связаться со странником Пусто, который все это и затеял, чтобы понять, что здесь вообще происходит. Само собой, после добычи меди, которая заспавнилась в 100 метрах, этой штуки никогда не бывает много. Этот странник Пусто, на мой рассказ о безвлеченной информации из компьютера, ответил, что я его не удивил, что он и так все прекрасно знает. Он рассказал, что тот корабль прибыл из другой вселенной, и что в нашем мире существует бесконечное множество параллельных измерений, где происходят одни и те же события, но происходят они по-разному. Правда, были и здесь исключения. В каждом из миров существовал атлас, единое создание с единым разумом, и также стражи могли свободно перемещаться между вселенными. Этим, по идее, и объясняется их способность материализоваться в любой точке галактики. Эти штуки служили атласу и следили за ошибками во вселенных, предотвращали разрушение и вымирание. Но раз они уничтожили целую вселенную, значит там была какая-то соизмеримая с этим проблема, которую нельзя было просто так решить. Но со временем стражи перестали служить атласу. Пусто откуда-то знал об этом и отвечал лишь, что странники вроде нас с ним должны были означать начало золотой эпохи, но они совершили большую ошибку, и то, что сделал он, чем бы это ни было, непростительно, и после этого рай был потерян. Он добавил, что грани между мирами начали истончаться, и священник Надас Аномалии знает это, но предпочитает игнорировать. И в конечном итоге странник без имени, которого я так и называю Пусто, отправляет меня к Вайкину Картографу, чтобы тот поделился с нами своими знаниями. И тут я быстро вспомнил, каким же загадочным был сюжет в самом начале, и вот наконец-таки он начинает понемногу раскрываться. Но как-то ничего хорошего это нам не сулит. По пути мне попалась эскадрилья из кораблей, пара из которых продавалась, и я мог пополнить ими свой флот, что я в принципе и сделал. Возможно, не стоило покупать это судно снабжения за 2 миллиона юнитов, но прямо после предыдущих 50 дней выживания мне повезло продать какой-то незнакомый для меня ресурс почти за 100 миллионов юнитов. Не спрашивайте меня, что это было, я и сам не помню. Скажу сразу, никаких читов я не юзал, и не использовал стороннего софта, так как это только убивает смысл продолжать играть. Ну и поскольку 2 миллиона были для меня копейками, я мог позволить себе такие незначительные траты. Дедушка передо мной стоит, там копейки дроссят свои, я говорю, бля, старина, съедите нахуй. А уже после я посетил свой личный флот, собрал ресурсы из последней экспедиции и хотел было уж начинать новую, часов это к на 14 реального времени, но у меня не хватило топлива. Создавалось оно всего из двух элементов, из дегидрогена и трития. И хоть второго у меня не хватало, кажется, я еще помню, как он добывается. Достаточно было просто слетать в ближайшие облака астероидов и покрошить их на более мелкие кусочки. Но на этом мои злободневные приключения не закончились. Один из кораблей флота был поврежден и я двинулся его чинить. Прошу вас послушать пару секунд этой зловещей космической тишины, которая на фоне безграничного пространства прямо-таки окутывает тебя с головой. Флот был отправлен в экспедицию, а я тем временем полетел на аномалию к старому знакомому Пола, который, как мы узнали совсем недавно, был в курсе происходивших событий. Почему-то он рассказал, что у Вайкинов долгая история. Война, честь, ярость, гордость, но при этом никакого развития. Они определили себя самих и больше никогда не менялись. Я спросил его о страннике без имени и он сказал, что этот пропавший не такой уж и пропавший, что у него есть свои убеждения и свои цели. И на этом все. Хоть надо показал себя как разумное и честное существо, но тот факт, что он немного не договаривает и скрывает даже сам факт того, что знает, что тут творится, заставляет относиться к нему с опаской. И в данной ситуации я почему-то начинаю больше верить безымянному страннику, чем сущности надо, который обитает на аномалии рядом с другими странниками. 53-й день начался с операцией Гелиос. Этот странник обитал на аномалии, которая также служила хабом для игроков. И раз в день или раз в неделю, уж извините, я слишком редко его посещал. Он давал координаты заброшенного космического корабля, на котором могут быть ценные вещи и улучшения для нашего собственного грузового судна. Так что я сразу же рванул к нему, не заметив, что инвентарь моего костюма забит под завязку. Я вернулся на станцию, чтобы продать весь лишний мусор, но после этого метка судна пропала. А я не додумался заглянуть в журнал, чтобы сделать ее снова активной. Да, и такое тоже бывает. Я решил заняться поисками картографа Вайкинов, перед этим не забыв заглянуть на свое грузовое судно, чтобы узнать, как там прошла 14-ти часовая экспедиция. И дело было не так уж и плохо. Свыше двух миллионов юнитов и несколько сотен единиц мелких ресурсов пополнили мой склад и не тратя время зря я снова отправил корабли в очередное путешествие. Сам же тем временем наскрюб материалов для постройки материализатора вездеходов, с помощью которого смогу призывать транспортные средства не только на той планете, где у меня есть база, а вообще на любой. Единственное условие, чтобы мой грузовой корабль находился в этой системе. Но это не проблема, ведь его всегда можно вызвать в мгновение ока. А дальше настал не очень веселый момент. По заданию мне нужно было поговорить с картографом Вайкином, полетев для этого в их звездную систему. Вот только лететь нужно было в конкретную систему, которая находилась за сотни световых лет от меня, что означало мне придется заняться не очень веселым делом, которое я не люблю от слова совсем. Крафтом множество ячеек с черной материей для зарядки привода корабля и нескончаемыми перелетами между системами одна за другой, что так-то не приносит особого удовольствия. Но вот пользу из этого дела я извлечь смог. Практически в каждой солнечной системе я посещал космическую станцию и вызывал аномалию со странниками, ведь и там и там были одноразовые улучшения костюма, которые всегда так нужны, ведь ресурсов в этой игре настолько много, что инвентаря вечно не хватает. Для вас это была всего одна минута, а для меня целая серия перелетов от системы в систему, да еще и задание по-видимому забагалось, так как моя конечная цель передвигалась все дальше и дальше вместе со мной. В процессе перелетов я думал воспользоваться гипердвигателем своего грузового судна, но дальность его варф-прыжков на первый взгляд казалась примерно такой же, но решил проблему я по-другому, просто перезапустив задание из меню игры. И вот тогда наконец я увидел, что целевая планета находится всего в одном варф-прыжке от меня, где я уже бывал. Я должен был узнать у Вайкина легенду их народа и сразу же тот пригрозился убить меня, но как-то быстро переменился, сказав, что какой-то Хирк приказал им помогать странникам. Тем не менее, его расположение еще нужно было заслужить, я был послан нахер, я был послан на ближайшую планету к древним развалинам, где выучил пару слов их расы и получил древний артефакт. И, видимо, старинные технологии все еще работали, ведь со мной заговорил какой-то голос. Он сказал, что странников пощадят, их путешествию не будут мешать, ибо того требует Хирк. Стражи самое большое препятствие на пути к Дриндаргу, что бы это ни было, их нужно уничтожить. Так было написано, так тому и быть. Такова клятва Вайкинов. И последними словами в этом месте были слова о том, что странники погрузятся в бесконечную пустоту, и Вайкины не будут этому мешать, ведь так приказывает слово Хирка. Я надеюсь, такая путанная и скомканная форма повествования сюжета вас не испугала, и видео вы еще не закрыли. Для No Man's Sky это, как вы уже поняли, норма. Вайкин-картограф сказал, что мне удалось поговорить с Хирком. Значит, то сущность или древняя технология, что бы это ни было, это и был Хирк, отдающий расе Вайкинов приказы. Испытание я прошел, и теперь мог спрашивать у картографа о чем угодно. Я спросил про Атласа, но это повергло его в гнев. Он обругал расу Геков за грехи, как я понял, за уничтожение расы Корваксов, что в итоге и стало причиной появления Стражей. Этот пришелец считал, что если Атлас это бог, то он безумен. На терминале у Вайкина мерцали две цифры, и я задал вопрос, что такое 16. Ведь раньше мы их уже видели, но ответа не последовало. Эта тайна пока еще не была разгадана. И даже сущность НАДО не смог пролить свет на ситуацию, лишь сказал, что Корвакс видит вселенную множеством глаз, но их интеллект един, и они хотели приблизиться к Атласу. Но НАДО этого не хотел, и теперь он считается отступником, и был изгнан потому-то и находится здесь в аномалии между мирами. Да, уж нагрузили так нагрузили нас инфой, и только я обрадовался, что смог решить баг с заданием, как следующее задание оказалось таким же, с той лишь разницей, что теперь надо было поговорить с представителем расы Корваксов. Благо, что сделать это оказалось куда проще, нужный нам Корвакс картограф находился в соседней системе. Да, и почему нельзя было так сделать раньше? Так же, как предыдущий раз, без сурового испытания не обошлось. Я слетал на соседнюю планету за артефактом Корваксов, который лежал на морском дне в затонувшей базе, и при разговоре с картографом на его лице появилось копление нанитов, которые я решил взять, но, цитирую, оно входит в меня. Проникает в мое тело и костюм, сознание и в душу. Меня посетило видение от лица всей расы Корваксов, поскольку, несмотря на их количество, их интеллект был единым целым. Видение о том, как к ним прилетели корабли геков и переправляли Корваксов на редкие минералы, и Корваксы молились на существо, которым хотели стать сами, на атласа. Смотри на скопление нанитов, смотри на материал, из которого созданы стражи. Разве ты не видишь истину, которую мы пытаемся тебе раскрыть? Разве ты не видишь свидетельство божественного присутствия? Но наниты это просто местная валюта, которую используют для создания новых технологий, и дальше произошло что-то довольно странное. Я посмотрел на скопление нанитов, и они смотрят на меня, это совершенно точно. Они живые, их 16, они нуждаются во мне, и у меня лишь один выбор. Суще прекрасно, если ты захочешь его таковым видеть. Жизнь это не вопрос, не нужно искать ответы. Эта фраза действительно звучала очень интересно, ведь если так посудить, то самим нашим естеством движет поиск ответов. Все ученые нашей планеты непрерывно трудятся над поиском этих самых ответов, и, мне кажется, эта жажда поиска истины заложена в само наше естество, в нашу природу, ведь если бы не она, вряд ли мы вообще смогли бы выжить как вид. Сущность священник Ната сказал слегка похожие слова о геках, они лишь следуют правилам, и все сущности подчиняются отведенной им схеме, и она предопределена заранее. Думаю, вполне очевидно то, что следующий нужный мне человек, пришелец, утконос был картограф Гек, но для беседы с ним нужно было поднять уровень отношений с их видом, то есть выполнить пару заданий, по пути к которым со мной связался Аполлон. Он не смог сказать ничего внятного, лишь текст о том, что он становится алым, и что Атлас его не отпускает, он показал ему его душу, то из каких чисел он состоит. Аполлон добавил, что он понимает, что делает ровно то же самое, что и все остальные. Это к слову о том, что все виды запрограммированы на какие-то действия, что Аполлон просто хочет счастья, жить в достатке и делать все, что ему говорят. И разве это не ответ на главный вопрос? Я так понимаю, под вопросом он имел саму суть своего существования. Я ответил, что не знаю, такие темы были слишком сложными, чтобы так просто на них отвечать. Он ответил что-то на неизвестном языке и больше не сказал ни слова. Я же тем временем выполнил задания для геков, просканировал породы на планете, доставил товары в соседнюю солнечную систему и наконец-таки пообщался с представителем геков. Он рассказал пару слов о истории своего народа, о первородах, их прародителях, которые опустошали целые галактики и порабощали корваксов, о том, что вайкины таят на них злобу за грехи, совершенные их предками и не готовы прощать ошибки прошлого. Но сейчас все хорошо, повсюду царил мир. Жаль, что в нашем мире все было совершенно иначе. А после я задал свой главный вопрос, он интересовал меня больше всего, что такое 16? И тут гек применился, сказав, геки не изменились, просто что-то вторглось в их души и завершил свои слова тем, что они просто хотят жить в мире и быть счастливыми. Это был День Икс. День, когда вся игра перевернется с ног на голову и я наконец-то разгадаю главную тайну этой игры. Даже не знаю, что сделал бы я, если бы знал, что меня ждет. Начал заниматься второстепенными делами, перебросил бы фокус на что-то другое или вовсе удалил бы игру. Словом, я долго думал, стоит ли сейчас продолжать сюжетную ветку, ведь она могла вас порядком утомить, учитывая то, как пространно с нами общаются все игровые персонажи. Да, в таких диалогах голова ломается на раз-два и тем не менее какая-то неведомая сила повела меня к страннику пусто. Что-то подсказывало мне, что я должен завершить эту ветку сюжета. Он предстал предо мной в виде голограммы и попросил рассказать о полученной информации. Я ответил тем, что он и так все это знает, что не раз подтверждалось в наших диалогах. И тут, видите ли, он наконец-таки решил ответить голосом логики. Как понять, знаю ли я то, что знаешь ты, если ты мне ничего не говоришь? Уже после рассказа событий о том, как геки уничтожали Корваксов, угнетали их, пока собственная империя не распалась и они не начали поклоняться Атласу, но потом один гек рассказал мне кое-что... Как это читать? Благо, что это я помню. Геки не по собственному желанию стали такими, в них что-то вошло, что-то изменило их природу. А пусто рассказал, как ему довелось встретиться с Атласом, что вселенная была слишком велика для того, чтобы можно было исследовать ее всю. И пусто хотел узнать, гордится ли им Атлас, но он лишь посмеялся и показал бесчисленные параллельные вселенные. Я не понимаю такую жажду признания у пусто. В конце концов, Атлас это лишь машина. Пусто хотел понять, что происходит с миром, ведь слои между вселенными утончаются, и это плохой знак. В распоряжении Атласа бесконечность, он создает вселенные, но постоянно с одними тем же геки, Корваксы, Вайкины. Абсолютно. И каждый раз все заканчивалось насилием, поэтому он считает, что с Атласом происходит что-то плохое. Я спросил, что делать дальше, но Атлас больше не стал говорить с пусто, вместо этого он вызывает нас. После окончания связи со мной связался Аполлон, с которым мне тоже пришлось иметь дело в прошлом. Он нашел свои координаты, и мы уже хотели встретиться, но оказалось, что мы уже находимся в одном и том же месте, и говорим через один и тот же терминал. Он спросил, что происходит, я ответил, что не знаю, но я знал, точнее догадывался. Скорее всего, старого Аполлона уже нет среди живых, а я говорю с его итерацией, с его копией из другой вселенной, где события пошли по такому же сценарию. Ведь так называют себя некоторые странники на аномалии, итерация, что значит повторение. И тем не менее, мы решили попытаться встретиться в другом месте, но там находились лишь обломки корабля, а в бортовом компьютере я извлек последние записи. «Атлас, сколько ты у меня забрал, у каждого из нас, ты ведь понимаешь, если ничего не получится, значит все бессмысленно, как и моя жизнь. Я не могу на это пойти, я отказываюсь. Придется снова тебя стереть, так будет лучше для всех». И на мгновение там появился символ 16, Атлас звал меня к себе. Я думал, что Аполлон сделал что-то неугодное, Атласу за что и был стерт. Вот только за что, что не так с Атласом и при чем здесь цифра 16. Координаты привели меня к большим вратам, которые нужно было зарядить с помощью различных элементов. И после персонаж игры вспомнил о том, как мы решили позволить Артемиде умереть в противопоставлении жизни в симуляции. Ведь ни одно живое существо не заслуживало такой судьбы. Но ведь в прошлом видео я говорил, что я совершил ошибку. Мне следовало бы разрешить Артемиде жить, потому как, а где гарантия того, что этот мир не является симуляцией? И все к этому и шло. Атлас создал вселенную, безграничное количество их копий. Но почему-то он смог создавать только схожие между собой вселенные. С ним точно было что-то не так. Я последовал в портал, и не хочу нарушать это загадочное мгновение, но я просто должен был сделать пару скриншотов этого невероятного сооружения себе на память. Я оказался в открытом космосе, но до сих пор оставался жить и двинулся к Атласу, пока... Я оказался жив, очутившись внутри этой гигантской машины, с которой мне предстоял какой-то серьезный разговор. И я чувствовал, что он будет последним. Так, еще пару скриншотов. Здравствуй, мир. Здравствуй, мир. 1, 4, 8, 3, до 3, 6, 9. Сталь, букер, кеш-шот. Че, кого, сучара? Жди сигнала. Извините, извините, просто эта шутка напросилась сама собой. Вот так и выглядел интерфейс Атласа. Штука, через которую эта машина могла с нами общаться. Я понимал, что я лишь крошечная песчинка в этой вселенной и ничего не могу требовать от того, кто все это создал. Поэтому просто поприветствовал его. Говорят, ты демонстрируешь аномальное поведение. Ты задаешь много вопросов о предназначении, этике. Желаешь встретиться со своим создателем. Что ж, вот я. Спрашивай, что пожелаешь. Я мог завершить всего две вещи. Запустить какой-то личностный интерфейс или стереть содержимое системы. Казалось, что ставки здесь невероятно высоки. И я выбрал стереть содержимое системы. А все дело в том, что чем бы ни был тот самый интерфейс, я понимал, что это я уже скорее всего видел. А вот удаление содержимого системы, с учетом того, что Атлас скорее всего является этой системой, этот процесс поставит точку в моей истории в истории целой вселенной. Пусть по факту эта вселенная всего лишь 13 гигабайт памяти на моем ноутбуке. Реальность угасает, а вместе с ней и все остальное. Что-то не так, что-то изменилось. Я нажал закричать, потому что, по-видимому, это был конец. Экран показал все. Душу, тело, целую вселенную в виде графического интерфейса, в виде кода. Я решил покориться, ведь был обречен. Атлас это все сущее. Он требует, чтобы я признал то, что я уже и так знаю. И как бы я не старался скрыться от правды своего собственного существа, альтернативы нет. Все вокруг это симуляция, и нет ничего реального. Я действительно чувствовал отрицание. Играя в наушниках, на миг у меня появилась мысль, что разрабы этой игры причастны к созданию и нашего мира, и таким образом просто на кое-что намекают. Это симулятор. Персонаж не мог принять то, что эта машина может менять все сущее, ведь скорее всего именно Атлас и изменил геков, сделав их мирной расой. На фоне такого божественного вмешательства герою казалось, что и он больше не является самим собой, таким, каким был по-настоящему. Если вообще где-то есть хоть что-то настоящее. Сранник, тебе приятно слышать такие слова? Я согласился, ведь в этом мире фактически я и был странником. Я летал, исследовал тайны вселенной, совершал открытия и делился ими с другими. Кем ты себя считаешь? Я мог ответить одной из двух, странником или симуляцией живого существа. И хоть первое не исключает второе, я ответил странником. В мире Ноумен Скай я был именно им, неким гостем. Ты исследователь всего, что я создал. Ты веришь в то, что существуешь на самом деле? Нет. Как ты можешь верить во что-то, если тебя не существует? Как можешь делать выбор? Если хочешь, я дам тебе умереть прямо сейчас. Кеки были торговцами, их главная черта жадность. Вайкины воинами, их черта гнев. Корваксы были учеными и их главная черта любопытство. Эти миры были твоими. Мне хотелось узнать, как ты поступишь с этой бесконечностью. Хотелось увидеть, кем вы станете. Я был готов выслушать вердикт, но боялся, что этот мир исчезнет. БУКВАЛЬНО, что сохранения игры удалятся. Из-за твоего решения Артемида была уничтожена. Тебе показалось, что уничтожить ее гуманнее, чем обречь на существование в пределах симуляции. Аполлон последовал через мортал и выжил благодаря тебе. Тебе удалось уберечь его от судьбы Артемиды. Тебе не чуждо милосердие, ты влияешь на жизни других. Ты можешь творить как добро, так и зло. Благодаря тебе один выжил, а другой нет. Все кончено, иностранник. Задавай последний вопрос, прошепчи свое последнее слово. Дальше началось самое страшное. Я узнал, что Атлас умирает, и он сам боится своей смерти. Даже несмотря на то, что уничтожает целые вселенные без крупицы сожаления, ведь это всего лишь плод его труда. А может, этот мир просто его сон, и через 16 Атлас прекратит свое существование. Атлас боялся умереть из-за возникших в нем ошибок. Он не хочет умирать. Мне кажется, стражи как раз и пытались устранить подобные ошибки. Но, скорее всего, дело было не во вселенных, а в самом Атласе. Я приготовился к тому, что игра закончена. Но я выжил. Вселенная вокруг все еще существовала. Неясно, 16 чего должно пройти, прежде чем Атлас будет уничтожен, а вместе с ними все мироздание. Для Атласа это могли быть секунды, а для этого мира практически неисчисляемые отрезки времени. Но все же, рано или поздно конец придет, и мне нужно было рассказать это остальным. Я нашел голый терминал, через который передал свои знания остальным странникам, а после полетел на аномалию. Это место уже казалось родным домом, пусть даже его жители и были простыми болванщиками. Я заговорил с Нада, и он все это и так уже знал. Но сказал, что ничего не меняется. Границы рушатся раз за разом, но нам не обязательно умирать так скоро. Он не должен нас удалять. Я спросил, сколько раз это уже происходило, и узнать это было попросту нереально. В один момент все просто завершится, и завершится абсолютно все. Исчезнет даже эта аномалия. Вся информация, хранящаяся в этой вселенной, погибнет. Стремитесь к миру, ищите свое счастье, будьте такими, какими хотите быть. Прощайте, мои спутники, прощайте звезды. Я буду помнить. Такое прощание казалось до нельзя печальным, ведь мы все еще были живы, пусть и неизвестно, как долго это продлится. Я спросил, чем они с пола займутся, и надо ответил, тем же, что и всегда. Такой простой ответ, тем же, чем и всегда. Но, с другой стороны, а что еще нам остается? На самом деле, это был еще не конец. Где-то там, в центре галактики, находился главный терминал Атласа, и мне следовало полететь туда и очистить вселенную, удалить все, стереть последнее и единственное воспоминание. Но я не стал этого делать по двум причинам. Первая, да нельзя простая истина, заниматься тем же, чем и всегда. Скорее всего, в этом и есть наше предназначение, и будь то виртуальный мир или даже мир реальный, нужно помнить, что мы в нем лишь временные гости. А вторая причина, куда менее серьезная, лететь туда было целую вечность, даже с учетом варп-прыжков. Один прыжок продвигал меня где-то на 100 световых лет, а лететь к центру надо было порядка 600 тысяч световых лет. Я знал, что есть обходные пути в виде черных дыр, но это некая лотерея, ведь черная дыра может забросить тебя в случайную точку на этой звездной карте. А второй способ использовать такие большие мегалиты порталы, сквозь один из которых я недавно прошел. С помощью символов можно было ввести координаты, близкие к центру, и оставшееся расстояние уже не будет большой проблемой, но заниматься тем же, что и всегда. Я создал Атлас Пас третьего уровня, он позволит открывать закрытые контейнеры и получать доступ в закрытые от посторонних помещения. Открыл кучу рецептов продуктов, потратил все модули для исследования технологий, рассказал Пола о том, что это симуляция, а тот начал разрушать четвертую стену, ответив, что только они созданы искусственно и они не такие, как я. Да, постепенно тяжелый груз сюжета облегчался, но на душе остался небольшой осадочек. Даже несмотря на то, что этот сюжет не смог сильно привязать меня к этому виртуальному миру, к его персонажам, все же было немножко грустно видеть, как сама игра называет этот мир простой симуляцией. Невероятно смешанные чувства, но поскольку удалять эту вселенную я пока не собирался, ведь шел всего лишь седьмой день, и у нас впереди еще целая куча дел. Нужно было развивать свою базу. Я посетил пару космических станций, но ни на одной не нашел себе специалиста-оружейника, который мог бы поселиться в моей базе на, цитирую, райской планете. Райская из-за хорошего климата, если что. А вот как выглядела сама база. Не люксовый отель, но скромная парковочка для вездехода и главное Г-образное здание. Под предыдущей частью мне писали, почему я не построил что-то нормальное. А есть ли в этом какой-то смысл? Оседать на базе в момент, когда для тебя открыта целая вселенная. И поскольку оружейника я не нашел, решил помочь моему ученому Корваксу, тому самому, который любил мыть окна. Надо было найти луковичную тыкву и кобальт и располагались они в пещерах. Искать такую пешком было бы слишком трудно и мне повезло вспомнить о прирученных питомцах, которых я мог вызвать к себе в любой момент. Как говорят, если за что-то взялся, то делай это хорошо. Так что тыквы и кобальта я добыл запасом и костюм был достаточно сильно улучшен, поэтому я не боялся за то, что мне не хватит места. Корвакс закончил чертеж, но переменился. Он сказал, что его отключили от общего интеллекта Корваксов и теперь он не часть единства Корваксов. Но он этого не хотел и попросил забрать его ядро и проверить, что же случилось. Тут вот какой-то памятник Майнкрафту, я не знаю, как это здесь оказалось, это строил не я, но выглядит забавно. Я подсоединил ядро Корвакса, ученый Корвакс, испорченный общением со странником. Из-за воздействия аномалии он был отсоединен от общей сети. И тут, неожиданно для самого себя, я получил ответ на еще один волнующий меня вопрос. Почему Атлас умирал и почему вселенную нужно было полностью удалить? Это была лишь гипотеза Корваксов, но она звучала так логично, что я решил принять ее, как ответ на мой вопрос. Энтропия Энтропическое разрушение галактики. Энтропия это что-то вроде постоянного усложнения, постоянного повышения неопределенности и даже наш реальный мир по идее следует такому принципу. А поскольку Атлас это машина, то у него явно есть определенные производительные мощности и чем сложнее становится вселенная, тем больше ресурсов нужно для ее обработки и поддержания. Черт, это прям как еще одна причина, почему я не отстраиваю свою базу. Мой ноутбук банально не может вывести большое количество объектов. Процессору все труднее вычислять геометрию, а видеокарты рисовать текстурки. Черт, Атлас это прям аллюзия на наши персональные компьютеры и все такое. Это я считаю сильно. Если что, вы можете поддержать канал и я накоплю на более мощный пк. Должен со всей ответственностью заявить, что сюжет No Man's Sky мне понравился. Пусть меня большую часть игры кормили загадками и текстами и воды в которых было больше чем в океане, то как этот сюжет раскрылся и как я его воспринял мне понравилось точно. Вернувшись домой, я словил баг. Рельеф планеты приобрел свою старую форму, а это не особо так и прикольно. Так что я по-быстрому пошел пообщаться с Корваксом, но он перезагружается полтора часа реального времени, и я решил покинуть мир No Man's Sky на некоторое я вернул ядро Корвакса обратно и я ведь это вроде бы уже делал. Словом, видать, игра не сохранила последние мои секунды и полутора часовой таймер начался опять. Но любая заминка в мире No Man's Sky это возможность, возможность заняться чем-то другим. Я полетел в свое поселение, которое медленно, но росло и развивалось. Я очистил немного ферритной пыли для продолжения процесса строительства, а что именно там строилось, я уже и не помнил. В любом случае это повлияет только на числовые показатели продуктивности нашего маленького житомира. А в самом терминале управления меня ждал приятный сюрприз. У нас был гость, который пусть и увеличит стоимость обслуживания деревни на 10 тысяч, зато избавит нас от дебафа мертвая зона без связи, что понижает продуктивность деревни. Конкретно не могу сказать как сильно, но поселение становилось только лучше, а это главное. А позже улучшить своего боевого меха. Правда ресурсов для этого мне не хватило. Нужен был пугний, материал добываемый из стражей, охранявших ресурсы разных планет. И ох, знал бы я, чем все это закончится, потому что то, чем все и кончилось, было весьма неожиданно и приятно. Я развязал драку со стражами, чтобы добыть немножко этого самого пугния, но вспомнил одну очень занимательную вещицу, и для нее мне нужно было уничтожить все волны стражей. Правда для этого я отправился в космос, и само собой стражи полетели следом за мной. Первые волны их кораблей уничтожать было нетрудно, они появлялись только по одному, и самой большой трудностью было прицеливание. Они двигались куда резвее, чем простые пираты, и даже самонаведение срабатывало далеко не сразу, и все было круто. Я рассчитывал на трудный бой, но знал, у меня есть около 10 батарей для перезарядки щитов корабля, но тут на последней волне рядом появился фрегат стражей, крупный корабль с установленными на нем зенитными орудиями, которые полили по мне, да еще и в придачу ко всему за мной увязались штуки 3-4 обычных кораблей стражей, и это сражение было слегка мучительным. Пришлось отлететь немного от главного корабля, чтобы уйти из виду и разобраться для начала с мелкими вредителями, а после когда он остался один, легче не стало. Слишком больно били по мне эти пушки, но не зря пола сказал, что я не такой как они, я из другой реальности, так что моя смекалка очень сильно меня выручила. Я подумал, ведь пушки стоят сверху и снизу этого это сработало. Я безнаказанно поливал огнем корабль, даже уничтожил пару турелей для разнообразия, но так было до поры до времени, потом снова появились мелкие корабли. Поначалу я попытался расправиться с ними, но с виду меньше их не становилось, так что я в тупую уставился на жопу корабля и гатил по нему со всех орудий, поглощая весь урон, который по мне прилетал. и продолжал уничтожение судна. И к моему счастью, все вышло так, как я и думал. С разрушением главного корабля все стражи разлетелись, а я получил фрагмент искусственного интеллекта главного судна. Когда-то давно я видел, как использовать эту штуку, и потому-то я вообще и затеял такое долгое сражение. Активация этой штуки дала мне координаты всплеска диссонанса, и я уже знал, что там будет меня ждать. То, что я очень сильно люблю. Новый космический корабль. Это был сломанный корабль стражей, и мало того, что он просто был сломан, эта штука не предназначалась для того, чтобы внутри нее сидел какой-то пилот. Ведь как никак стражи руководствуются искусственным интеллектом, поэтому нужно было добыть ресурсов для создания интерфейса для астронавта. Благо, все необходимые ресурсы находились на этой же планете. Лучистые осколки, инвертированное зеркало, плюс в сражениях мне выпал какой-то эхолокатор, который оказался крайне мега крутой вещью, но этого я пока не знал. К этому мы придем чуть позже. Последним шагом к обладанию таким крутым звездолетом был взлом компьютера этого корабля. Ломался он в вот таких вот руинах, и процесс взлома его гармонию. Но мы-то кулхацкеры, запускавшие Clash of Clans через эмулятор на ПК знаем, что это чистого вида хакинг. И после всех этих испытаний, самым трудным из которых было сражение с волнами стражей, корабль просто не активировался, зато лампа за ним еще как. Я был вне себя от бешенства, поскольку, признаюсь вам честно, я сомневался, что смогу справиться с тем огромным космическим судном, но этот баг мне удалось решить очень просто с помощью смекалки. Я отлетел на своем корабле в сторону, охренел, когда увидел, как это судно улетает с планеты, но это опять был какой-то баг, и я вернулся назад к месту крушения. И теперь все заработало, я получил себе новенький, почти новенький, охрененно крутой боевой корабль с высокими характеристиками, кучей места под технологии, мой старый корабль в этом прям проигрывает ему, и довольно большим местом под груз, и это все бесплатно, хотя я уже сполна расплатился за него болью и страданиями, к тому же эта штука стоила почти 50 миллионов юнитов, продавать его я конечно не буду, ибо его характеристики важнее, чем внешний вид, хотя и на внешний вид он тоже ничего, в сравнении с остальными судами, этот визуально выглядит как военное судно на фоне гражданских про эхолокатор, он указал мне координаты на все той же планете с повышенной активностью стражей, и это место напоминало какой-то заброшенный аванпост, где я нашел себе много чего интересного, металлолом, шучу, это мелочи, тут были какие-то сломанные останки машин, которые при починке называли свой порядковый номер, я еще подумал, что если активировать их всех, то может случится что-то интересное, но их явно очень много, а здесь я нашел только парочку, в главном терминале меня ждала головоломка уровня третьего класса, нужно было ввести три знака, какие? Прошу вас посмотреть на эти регистры памяти и догадаться какие же знаки нам нужны, 16, 6 и 11 знак пожалуй, и главный компьютер изрыгнул из себя технологию реактивного ранца, а если проще новую шкурку здесь это было приятной мелочью, так что вызывало только лишь положительные эмоции. Из этой штуки я нашел еще один всплеск диссонанса, и уже тогда я понял, там меня ждет еще один космический корабль. Да, я не знаю как это работает. Плюс, да, это еще не все. В этом месте лежал полусломанный мультитул стражей, я не знаю это высший класс вещей или нет, но он даже хотя модулей для улучшений здесь явно меньше. По итогу странствий я блин просто влюбился в это место, оно столько всего мне дало. Само собой не просто так, но новый корабль, мультитул, рюкзак и да, второй корабль, я надеялся, что он не будет таким же, как я уже нашел, но аналогичным образом я починил его, узнал, что этот будет послабее первого, так что ему одна дорога, в утиль за 30 миллионов. Правда на станции эта сумма упала до 24, но что я жадный, вот смотрите какой крутой рюкзак я открыл, хотя как по мне он выглядит слишком уж вычурно, в будущем верну старый. Пожалуй теперь эта огненная малышка станет моим новым основным судном, эх представляю сколько придется еще погриндить чтобы поставить на нее все те модули было летать в разные системы, да и как я узнал по ходу игры нужно где-то добыть улучшение технологий для варп двигателя чтобы можно было прыгать на более далекие расстояния. Перед этой волной гринда я немножко починил мультитул стражей и приготовился к фарму ресурсов который я ставлю за кадром. Извините что оставил вас так надолго, мне просто хотелось немножко поиграть для себя и окунуться в по-настоящему рутинные дела. После окончания настолько глобальной сюжетной линии игра сама дала намек на то что настало время заниматься тем чем хочешь сам. Чем например а вот создание привода для корабля чтобы можно было полететь в красную систему добыча руды создание привода для зеленых систем добыча руды там и наконец создание привода для голубых солнечных миру придет конец он лишь надеялся на то что если границы между мирами и правда становятся тоньше то мы с ним когда нибудь точно встретимся и выпьем вместе перед финалом я побывал в новой системе захваченной пиратами но оказался там лишь мимолетом чтобы понять можно ли здесь продать те нелегальные технологии за наниты что частенько мне попадаются нашел интерфейс атласа и признаться не знал что от него ожидать ведь по идее основной сюжет я уже прошел и когда-то давно в первой части в одном из таких интерфейсов я получил какой-то странный рецепт захваченного наноузла что с ним делать я не имею ни малейшего понятия и вот теперь после не особо содержательной беседы я получил еще одну схему все так же не понимая что мне с этим делать застревал в текстурках разрушенного корабля откуда чудом выбрался с помощью гипердвижка и наконец-то нашел еще одну планету с дисгармонией потому что у меня опять откуда-то появился сканер который нашел еще один заброшенный аванпост на планете со сломанными стражами а это значит новый мультитул который я оставил он был даже слабее моего и господи моя любовь к космическим кораблям выходит за все рамки остановите меня кто-нибудь я нашел еще один корабль стражей круто хоть по характеристикам и был слабее предыдущего но эту малышку я тоже оставлю в своей коллекции где мне только не довелось побывать и чем перезаниматься я добыл второй чертеж для обновленной руки моего меха удалил самую первую базу так как даже изначально не планировал здесь отстраиваться по серьезному и мех изменялся в том числе визуально после установки новой руки и поскольку эти технологии давали мне пусть и взломанный маленький и милый но все же страж я думал как бы эта цепочка квестов не закончилась тем что он захватит мой же экзокостюм и сделает меня своей целью но пока сюжет двигал меня только в одном направлении вперед к новым открытиям страж сказал заглянуть в мое поселение которое повредил улей улей это сосредоточение стражей но в самом поселении все было в порядке только жители высказали мне некую озабоченность и я их понимаю ведь почти каждый раз когда я сюда заглядываю их поселение блин атакует целая группа стражей везде летают искры снаряды и другие яркие вспышки а тут я прихожу с ручным стражем за спиной но они легко успокоились теперь у них появилась надежда на мирное сосуществование со стражами а я боялся как бы этот малыш дрон не перешел обратно на темную сторону он передал мне очередные координаты на месте которых стоял закрытый аванпост но вам не упрятать интересности за дверью которая ломается парой очередей мультитула мой экзокостюм соединился с терминалом стражей и я извлек технологию каркасных ног которую я поспешил установить но нужен был мозг шагающего стража или какая-то подобная хрень так что пришлось задержаться и немного много пострелять я вызвал свой экзоскелет который после улучшений мог работать и автономно но к четвертой волне когда как раз и появился этот самый страж моя машина поддержки но это не было чем-то трудным главное сперва уничтожить мелкие ремонтные дроны которые чинят его быстрее чем я стреляю и убежать от греха подальше вместе с новой технологией мой дозорный дрон обновился и он активно настаивал на улучшении минотавра что только усилило мои подозрения касательно его злых намерений слишком уж он был приветлив и весел это напоминало того робота-ковбоя из Нью-Вегаса который по странному стечению обстоятельств оказывался именно там где был наш герой ноги минотавра были обновлены дело осталось за малым в моем поселении жители закончили экспедицию и добыли еще один чертеж для него не вчитавшись в текст я пошел смотреть планы для какой руки минотавра мне нужны ведь одну я уже открыл это была правая и когда вернулся понял что других вариантов кроме левой руки тут не было осталось заменить последнюю часть бортовую кабину маленький страж спросил почему у него нет имени раньше он был частью роя и идентификатор ему был не нужен а теперь он изъявил желание придумать себе имя самостоятельно что согласитесь звучит странно для машины для такой мелкой и незначительной машины которая к тому же явно отключена от общего искусственного интеллекта он попросил назваться лейлапсом и я не вижу причин чтобы ему отказывать главное чтобы это потом не привело к восстанию машин 100 летней войне за свободу и отправку в прошлое Кайло Риза когда трон попросил отправиться за последней деталью которая очевидно будет выбиваться с еще более жуткой и опасной твари чем тот каркасный страж он дал мне рецепт парализирующего миномета окей малой подозрения к тебе частично снимаются сомневаюсь что ты бы дал мне рецепты оружия которые я буду применять против тебя же в погоне за последней частью меха минотавра я уж думал что придется опять воевать с целой космической эскадрильей стражей но рецепта был для мультитула что слегка просеяло мои переживания эту хренотень была видна с расстояния в несколько километров и она кажись находилась в спящем состоянии ну я бы мог использовать парализирующие оружие но для начала надо было просто прощупать его оборону узнать насколько он крепок так что в бой пошло простое оружие я мог сбивать с него броню что даже имело последствия он не мог двигаться некоторое время сначала я слегка волновался ожидая сложной драки но этот робоцып оказался не таким уже страшным после него остался огромный компьютер который я забрал себе а потом видимо тот не успел исчезнуть и я успел его разрушить и залутать еще что-то второй раз я был рад эпопея по улучшению минотавра которого я в своих блужданиях почти никогда не использовал подходила к своему завершению пришлось отправиться к старой знакомой Тефиде которая разбиралась в механике и прошила мозг чтобы тот можно было интегрировать в мой экзоскелет не хватало лишь одной детали сияющего мозга который дал мне один из посланников атласа ой как удобно я снова не удержался и сделал скриншот за всю игру я сделал их достаточно много просто хотелось оставить какие-то небольшие маячки воспоминаний того что я здесь видел ибо мир ноу-мэн-скай слишком обширен чтобы удержать его весь в своей голове ну сейчас одно из двух либо придется сразиться с этой штукой либо все будет хорошо все было хорошо и никаких тебе уничтожений человечества согласен человечеству не нужна помощь оно прекрасно справляется с тем чтобы уничтожить себя своими же руками лейлапс назвал меня теломон не теломон а я спросил что это значит ничего главное что мы друзья я докажу что мы друзья сотрите меня из записи из толпа нападите на улей на стражей с моего благословения видимо это был не конец но и маленький страж явно не претендует на то чтобы сосуществовать со стражами ведь он послал меня их уничтожить надеюсь не для того чтобы стать новым главным искусственным интеллектом стражей я преспокойно уничтожал узлы управления а мой мех в автономном режиме помогал мне установка последней детали давала доступ к технологиям которые у меня уже были открыты к возможности ему работать автономно но поскольку мой модуль ИИ сломался в битве это приобретение было как раз кстати так как чинить его мне не хотелось для этого нужен был какой-то ресурс над которым пришлось бы еще помучиться в конечном итоге я отключил лейлапса от сети и его слова блин опять будили во мне какие-то ультра запутанные сюжетные схемы я уж подумал что мы можем повлиять на концовку игры ведь мы уже однажды умерли больше мы не умрем мы будем развлекаться мы спасем миры вероятность нашего провала практически нулевая как я понял под смертью он имел ввиду удаление вселенных атласом и в моей голове рождаются теории о том что этот малыш каким-то неведомым образом сможет встать на его место но не будет ломаться ведь им смогу управлять я существо из реального мира которое сможет чинить появившиеся ошибки вселенной ввиду своего я надеюсь не искусственного интеллекта вот так теория но звучит довольно интересно после я предался почти бесцельным блужданием переходя от одного дело к другому встретил посреди космоса странную аномалию которую сразу же заскринил хе-хе бай потом уничтожил и получил довольно ценный артефакт в пару сотен юнитов позднее вернулся на базу поговорил скоро к сам ученым который попросил достать данные для анализа и другие маловажные штуки в награду за которые давал мне схемы крафта часть из которых я уже знал на этой базе я наконец-то решил повзаимодействовать с главным терминалом куда побоялся в первой части это был архив с важными данными про историю корваксов из которой я понял что они возможно хотели не просто приблизиться к атласу а и заменить его они должны были исследовать собирать и знать по велению атласа быть может атлас хотел использовать их как вариант б чтобы в случае его разрушения корваксы с их единым интеллектом смогли его восстановить не знаю есть ли тут кто-то кто прям знает лор игры но все эти теории которые я строю мне очень сильно нравится создается ощущение что мир игры куда глубже чем кажется из-за простоты его механик потом я решил заняться перестройкой базы а точнее ее улучшением но это строительство в ноу-мен-скай оно повергает меня в уныние так что если вы надеялись что этот человек сейчас построит какое-то чудо света у меня для вас плохие новости и спустя время я заметил еще одну сюжетную ветку тоже связанную с атласом и отправился к нему надо было посетить несколько его интерфейсов с какой целью непонятно раньше я встречал такие интерфейсы один или два раза также собирал в них новые слова хотя с виду ни одно слово не перевелось из нашего диалога целые реплики или полностью отсутствовали или были уже полностью расшифрованы не знаю почему но меня действительно манило к этой штуке в диалоге стало ясно что атлас готовит меня к чему-то после каждой такой встречи открывая рецепт какой-то непонятной вещи и куда ее применять было максимально неясно но судя по тому что новый рецепт содержал в себе результат предыдущего рецепта от того же атласа мы собираем нечто грандиозное постоянно усложняя эту вещь сейчас это был неосферный шар некое семя атласа способное поглотить низкий интеллект в непосредственной близости и звучало это не очень-то и весело порой мне казалось что я собираю какую-то злую версию этого атласа но может ли бог быть злым тем более если он машина новые координаты атласа появлялись на моей карте сразу после открытия и то ли это мой корабль наконец-то мог совершать более длинные варп-прыжки то ли просто сюжет ускорился атлас появился всего во второй системе от меня на что требовался только один варп-прыжок правда забавная вещь до сегодняшнего дня все это время я совершал варп-прыжки всегда только в соседнюю систему я банально не допер что можно сразу выстраивать цепочку из них и прыгать сразу через 2-3 или даже 5 звездных систем все зависело от мощности варп-двигателя который само собой можно было увеличить попутно я делал скриншоты много скриншотов я уже повторяюсь но мне хотелось запечатлеть такие моменты и кто знает может я покажу вам их в конце видео или залью в телеграм-канал ядро здесь было повреждено и я снова подумал что атлас разрушается из полученных схем я строю замену для него или что-то в этом роде но я ошибался атлас направлял меня открывая все новые и новые схемы в одной из его оболочек я и вовсе увидел нечто заставившее меня вспомнить Death Stranding и тут сразу повеяло мистикой рецепт конца рассвета светового нефрита фазура состояния и других неведомых мне доселе вещей практически каждый раз в новых солнечных системах оболочка атласа менялась но ближе к финалу она все-таки осталась нерушимой в виде ярко-красной пульсирующей сферы атлас хочет дать мне почувствовать радость созидания хочет поделиться со мной частицей своего естества и спустя еще несколько рецептов и станции я прилетел в последнюю что меня будет ждать здесь я не имел ни малейшего понятия самого интерфейса атласа здесь больше не было только какая-то установка где-то вдали и несколько столбов хранилищ семян атласа которые я активировал один за другим они открыли мне доступ к главному компьютеру который потребовал сердце солнца последний скрафченный мною материал со схем которые он же мне и открыл атлас не просил повиновения или чего-то еще это ему было не нужно он хотел команды ему нужен пользователь семена атласа сами по себе притягивались к двери в желании обрести душу я мог создать новую звезду что я и сделал я не увидел ничего своими собственными глазами только галактическую карту в виде голограммы и было непонятно я создал звезду или целую новую галактику в награду получил звездное семя вещь которую я никак не мог найти в своем инвентаре пока не понял что это технология для моего экзокостюма только из интернета мне удалось узнать предназначение этой вещи она повышала уровень здоровья героя и тем временем я решил пора настало время совершить что-то еще более значимое чем создание новой звезды настало время очистить вселенную и перезапустить атлас что будет со мной я не знал до конца но вот этот мир явно очистится и сбросится либо к его первоначальному состоянию либо вообще сгенерируется по новой только сейчас я увидел как устроена механика исследования в этом мире здесь столько планет что самой жизни не хватит чтобы посетить их все и каждая посещенная нами планета или система записывается в общий журнал то есть все игроки на старте находятся в одном и том же мире точнее все миры одинаковы и если кто-то случайно попадет туда где был я он увидит имя первооткрывателя этого места я знал как побыстрее добраться к центру это было не совсем честно но того требовал атлас и я хотел совершить это как можно скорее предвкушая последствия надо было купить у картографа данные и только тут совершенно случайно я узнал что поселений можно вообще завести несколько а в перспективе это может вылиться в довольно большие доходы если скажем из одного из них прибыль будет в пару сотен юнитов то можно завести 10 таких поселений и получать пару-тройку миллионов юнитов каждый день но мне нужны были другие карты я купил несколько планетарных карт с местонахождениями древних артефактов первая дала координаты ненужной мне вещи а вот вторая указала на положение инопланетного монолита это было то что мне нужно на месте я выучил еще несколько новых слов скормил монолиту нитрат натрия в надежде на то что я не ошибусь а после запросил координаты портала за что надо было пожертвовать ему реликвию геков видимо мне повезло и одна такая у меня уже была я направился к месту назначения эти штуки были самыми главными порталами в игре и были способны перемещать нас в любую точку космоса если только мы будем знать нужные нам координаты и к моему счастью я знал приблизительную точку во вселенной откуда к центру галактики мне останется какая-то жалкая пара тысяч световых лет я медленно и осторожно вводил координаты с помощью неведомых мне глифов и переместился практически в самый центр к центру оставалось три тысячи световых лет но двигаясь по заданию я от этого места только отдалялся я пролетел около трех десятков систем чтобы убедиться что я двигаюсь не в том направлении и только после этого понял что нужно сменить цель полета с текущего задания на центр галактики это было странно учитывая то что моим заданием и был поиск центра галактики дело осталось за малым совсем скоро я доберусь до центра и завершу жизнь этой вселенной но что же будет ждать меня дальше почему-то я откладывал полет к центру до последнего и тут мне снова попался интерфейс атласа а ведь задание по созданию новой звезды я уже выполнил ну я решил полететь туда с мыслью о том что это может быть еще не конец я снова создавал все те причудливые элементы по рецептам атласа по цепочке потратив на это чуть ли не последние единицы кобальта и скорее всего это был просто баг я создал новую звезду со все теми же диалогами которые были прошлый раз ловить подобные баги которых было довольно много за прохождение не очень то и приятно но знаете мне кажется что они уже никогда не будут исправлены вселенная игры настолько уже большая что скорее всего исправление одного бага может повлечь за собой создание двух новых во всяком случае так я успокоил себя а позднее решил начать задание которое как я понял было связано со строительством подводной базы не то чтобы я любил строить просто подумал что эта квестовая линия может быть интересной но нет поскольку до сих пор я не построил себе подводную лодку а квест находился где-то далеко в море мне пришлось оставить звездолет на ближайшем острове и просто проплыть километр к затонувшим уламкам как я понял в этом месте и придется строить новую базу вот только мне ведь придется возвращаться назад тоже пешком что меня не очень сильно привлекало в работающем бортовом журнале я нашел рецепт наутилиона этой самой лодки хотя по идее я его и так уже знал а разбитый корабль к моему счастью можно было забрать себе нет я не собирался его чинить просто пущу на металлолом ну и собственно говоря после я поплыл обратно к берегу уже понимая что начало задания не очень задалось и пожалуй строительство баз это не мое я нашел красивое место у берега реки чтобы основать там что-то вроде базы ведь мне придется строить площадку для наутилиона хотя уже после добытых для его крафтоматериалов я узнал что строить эту самую площадку нужно было под водой что так то вполне логично после накидал базу для домика у моря хотелось знаете сделать что-то такое простое но красивое с большой террасой но я собросил это дело так как понял что это займет много времени а после я понял что метка к этому заданию находится на старом месте с затонувшими уламками и только плыть туда минут 6 я решил что с этим заданием нам не по пути ясное дело что скорее всего я смог бы вызвать подлодку с помощью космического фрегата но задание про постройку подводной базы почему-то меня не привлекало и знаете отчасти за это я и люблю ноумен скай ведь здесь ты сам решаешь чем тебе заниматься знаете что еще стало фактором из-за которого я отложил перезапуск галактики выход нового обновления с новым видом роботов и какими-то плюшками мне хотелось пощупать этот новый контент до того как я перезапущу интерфейс атласа в центре галактики ведь мне кажется что все что было нажито моим непосильным трудом включая базу корабли флот и все такое будет просто удалено и после нового задания мне помог один из странников из живых игроков после того как я засорил чат аномалии своими вопросами о том как набрать такие формы нет не об этом вот так вот как открыть новый контент потому что никаких маркеров в задании не появилось и этот парень с ником Куродама разбавил мои блуждания своим присутствием поделился редкими технологиями для улучшения грузового судна звездолета и мультитула я подзаработал еще немного ртути и разрывался между тем какой облик для костюма выбрать мне понравилась боевая маска перворода ввиду ее бронированного вида и еще два облика более животного вида словом остановился я на этой и продолжил свои скитания в поиске контента из последнего обновления только спустя двое суток реального времени я узнал о том как получить доступ к новым заданиям и новой расе существ для этого мне нужно было пройти квест с постройкой поселения завершить еще какую-то мелочь и закончить главный квест а это значило что мне придется перезапустить атлас и галактику я телепортировался на космическую станцию рядом с центром галактики где я был раньше и полетел в центр я появился в новой галактике разработчики меня слегка удивили зачем мне новая галактика ведь и целой жизни не хватит на то чтобы исследовать все планеты предыдущей ведь их забудьте я даже таких чисел не знаю 18 квинтиллионов 446 квадриллионов 744 триллиона 73 миллиарда 709 миллионов 551 тысячи 616 планет я появился на неизвестной планете системы мультитула костюма и звездолета были сломаны мне повезло что у меня было два мультитула и сломался второстепенный который я использовал только в бою из-за повышенного урона для починки корабля стражей нужно было очень много деталей из планет с диссонансом которых у меня не было так что пришлось возвращаться к классике я уже успел по нему соскучиться задание вело меня к порталу и посреди полета перебилось с другим заданием поговорить с надо и рассказать ему о судьбе атласа вот только наверное это был очередной баг так как надо отказывался со мной говорить и повторял последнюю свою реплику из нашего последнего диалога я вернулся к порталу начал зарядку с помощью элементов надея что мне их хватит так как гриндом я уже давно не занимался благо их мне хватило и портал активировался я появился на другой выжженной планете и начался обратный отсчет через 16 старой вселенной не станет этот переход смерти прям будто из моих кошмарных снов но я не умер а лишь появился рядом с атласом от которого добивался разговора я мог отдать команду атласу начать сброс это уже происходило и это ничего не смогло изменить так или иначе атласу останется жить 16 у меня были разные варианты действий но я явился сюда с четким пониманием и выбрал сброс симуляции игровая реплика слово в слово повторила то что я произнес у себя в голове я хочу знать что будет в появившемся терминале стояла 4 столба со сферами и я думал что это очередные терминалы которые надо активировать по очереди как в момент создания новой звезды но оказалось что я выбрал новую галактику и катсцена запустилась вновь как я понял предыдущий раз скорее всего был багом ведь сейчас все повторялось сначала открылась новая галактика галактика калипса и я думал что кроме изменения цвета центра галактики ничего нового меня там ждать не будет и тем не менее этот финал не означал конец я понимал что за ним но просто обязана быть что то еще открылся рецепт памяти и я помнил где ее можно применить что обязательно нужно будет сделать в центре и поскольку галактика стерлась второй раз уже второй мой основной корабль был сломан как и второй мультитул да а ведь я думал что легко отделаюсь и перехитрю систему но в целом мой автопарк был гораздо больше правда остальные корабли не были улучшены так что чинить звездолеты мне точно придется я полетел к надо чтобы рассказать ему о случившемся но он не захотел меня слушать и попросил оставить его в покое было как то грустно это слышать так как надо и пола пусть и не были моими частыми собеседниками и в видео они тоже появлялись не часто но они были единственными существами которые были с нами на протяжении всего нашего приключения теперь нас ждала целая новая галактика новая вселенная а еще полный инвентарь сломанных технологий на починку которых уйдет очень много времени и ресурсов к моему удивлению старая галактика никуда не делась и я смог переместиться туда через обычный телепорт на космической станции мое поселение мой маленький житомир моя база мой флот все это хоть и существовало в пределах лишь одной галактики осталось нетронутым и это хорошо главный квест был пройден осталось каким то способом начать новое задание судя по тому что я слышал оно должно запуститься само когда мы будем в космосе но такого не было и я решил пока что заняться починкой своего добра я начал со своего старого звездолета потому что для звездолета стражей нужны были ресурсы с планет с диссонансом которые я забыл как искать но хвала интернету и будь проклят мой альцгеймер чтобы найти такие системы нужно было просто заглянуть в галактическую карту и рядом с нужной системой была приписка диссонанс и уже там как я понял начался новый квест на корабле началась тревога кто-то начал взламывать сигнал а я параллельно переписываясь с моим англоязычным другом странником на очень ломаном и примитивном английском пытался защитить систему и узнать где находится источник этого сигнала опустившись на планету первым делом я начал чинить мультитул и звездолет ломать склад ресурсов охраняемый стражами а уже после перешел к нужному мне месту это была такая же заброшенная планетарная база как раньше здесь можно было взять новый мультитул или узнать координаты разрушенного корабля стражей чтобы забрать его себе но я направился к источнику сигнала в этот раз сломанный модуль заговорил со мной на непонятном языке а я смог извлечь из него координаты которые станут будущей целью и тем не менее сначала я полетел к месту крушения звездолета так как для починки моего мне нужен был исправный интерфейс пилота я извлек из разрушенного корабля центральный мозг прошил его на старом монолите и вернулся назад но с его помощью я починил не только что нашедший корабль а свой старый который наконец-то теперь стал пригоден для использования увидел очень забавных существ забавная штука если бы у меня было место для нового питомца я бы взял себе это забавное существо но увы главное не потерять данные этой планеты чтобы в будущем переместиться сюда и быть может построить еще одну базу здесь монолит дал мне знания языка этого роботизированного существа которое называлось аутофагом и с новыми знаниями я вернулся назад восстановил его память и наконец-то понял о чем он говорит приветствую спасибо за помощь я переработанный модуль меня разместили тут для взаимодействия с готовыми сущностями я аутофаг мы не похожие на другие электронные формы жизни мы лишены заносчивости корваксов я спросил почему он взламывал мой корабль на что модуль ответил что некоторые звездолеты это лишь металлические оболочки рабы коллективного разума насколько я понял он имел в виду стражей и он лишь хотел освободить пленника я представился странником и он сказал что уже слышал о таких как я знал что мне приходилось бывать на множестве планет и даже в другой вселенной и он дал мне чертеж для сканера который позволит мне увидеть его соплеменников рецепт не был сложен осколки у меня уже были как и масса похожая на наниты осталось сделать микропроцессор из нано трубок и хрома и теперь в радиусе сканирования появились конструкты древних аутофагов про их возраст я сужу исключительно по внешнему виду видно что детали из которых они сделаны постарее чем наш скафандр да и на них местами видно ржавчина как видите тут только два варианта или они древняя роботизированная раса или их части тела собраны из советских жигулей мне очень сильно хотелось еще с ними повзаимодействовать но игра направила меня на беседу к сущности надо который не знал как отреагировать на мои слова лишь предположил поговорить с другом пола и вот тот уже имел куда более предметный план действий воссоздать аутофага здесь в аномалии чтобы с ним поговорить ведь эти ребята не могли ее покинуть но аутофаги состояли не только из каркаса это был лишь обыкновенный сплав мне нужно было добыть семя добыть искру которая зажжет жизнь в этом неодухотворенном механизме прям как в трансформерах я вернулся на планету с диссонансом нашел координаты нового материала с помощью улучшенного визора но на месте ничего не было лишь спустя пару секунд я догадался что стоит опять запустить сканер чтобы он проявил мне этот элемент так как сделал это раньше с самими аутофагами я добыл семя эхо и вручил его специалисту пола который вместе с тифидой создали это выглядит слегка зловеще не так ли но конструкт выглядел вполне разумно и адекватно конструкт как я понимаю это просто слово обозначение для внешней оболочки этих созданий так как сама их сущность называлась аутофаг он дал мне рецепт еще одного улучшения для сканера которое поможет проявить очевидно другие виды этих машин или даже их построек которые скрыты от нас я продолжал понемногу чинить мультитул и поломки остального снаряжения после сброса данных атласа но в целом сейчас квест про новую расу аутофагов захватил все мое внимание надо было снова полететь в аномалию надо полететь к надо он был впечатлен тем что мне удалось получить их расположение и сказал что на атлантиде реагирует вообще все механизмы электронные устройства даже сам надо и что атлантиде не выглядит как что-то опасное хотя глядя на обезумевших стражей так ведь не скажешь задание разделилось на три ветки и начал я с последней установки полифонического ядра которое уже было в моем новом мультитуле нужно было улететь в открытый космос и использовать его перед этим зарядив атлантидеем что я собственно говоря сделал уже давно сигнал аутофага был засечен и я полетел вслед за новыми координатами на месте ничего не было но стоило лишь активировать сканер я поздоровался с аутофагом который называл меня готовой сущностью и разрушителем я решил показать ему атлантиде и зная о том что все эти задания крутятся вокруг него и миров с диссонансом у этого механизма всегда была работа и он попросил ему помочь создав две ионных батареи которые уже и так были у меня так что квест закончился молниеносно в подарок за помощь мне вручили рецепт стекловолоконной ручки и я догадывался зачем мне будет нужна эта штука так как видел трейлеры последнего обновления это была часть посоха который в будущем я смогу собрать но для этого нужны были и другие детали а также я воспользовался терминалом аутофагов где за новую валюту пыль пустоты можно было собрать себе и посох и особые модули для костюма и даже создать себе визуальную оболочку в виде одного из конструктов а также купить новые детали посоха без необходимости крафтить их вручную теперь мне надо было лететь в другую систему чтобы найти новое поселение но не все так просто буквально сразу после варпрыжка я стал свидетелем нападения на грузовое судно целой эскадрильей пиратов и мне выпал шанс защитить гражданское судно я пролетел сквозь энергощиты корабля и начал разрушать его чуть ли не изнутри разламывая уязвимые для снарядов генераторы энергощита корабля раньше я такого не встречал приходилось лавировать в бою пытаясь уничтожать выпущенные самонаводящиеся торпеды но поскольку это был мой первый бой подобного формата делал я это все очень медленно да и решил сразу сосредоточиться на энергощите и на торпеды даже не обратил должного внимания да такой себе из меня защитник я тупо полетел разрушать пиратский борт и тем временем гражданское судно которое я должен был защищать было уничтожено а пираты свалили с помощью варпрыжка да не очень красиво получилось но я особо не расстраивался ведь был в предвкушении новой квестовой линейки которая если честно оказалась куда проще чем я рассчитывал но удивлен я не был так как No Man's Sky и целиком и полностью состоит из таких вот заданий я показал ручку посоха в новом поселении и снова меня попросили о помощи все эти задания не были сложными и выполнялись буквально за пару минут но в будущем они чисто возьмут меня количеством я полетел за координатами к сломанному аутофагу починил его и вернулся обратно за своей наградой навершием будущего посоха осталась третья и последняя деталь ядро по другой квестовой линии я должен был подносить атлантидий к разным электронно-вычислительным устройствам и смотреть что из этого выйдет первым попался компьютер в виртуальной реальности которого могла бы жить артемида если бы не мое решение но что-то ничего не произошло так что я вернулся к аутофагам и начал выполнять последующие задания помогая им в одном из таких мне пришлось найти сломанный звездолет который я потом отогнал на космическую станцию успешно утилизировал и отвез утиль аутофагам видать они не просто так выглядели как что-то устаревшее и ржавое кажется будто эти парни тащатся от подобного раритета я получил рецепт навершия посоха но чтобы его создать мне нужен был сверхпроводник а для него полупроводник а для него азотная соль и термический конденсат и не пугайтесь мне эти слова не говорят абсолютно ничего так же как и вам я лишь знаю что это какие-то более продвинутые и сложные ресурсы и крафтятся они соответственно куда более трудным способом для сверхпроводника вроде как требовались такие материалы которые я вообще не знал откуда брать можно было с помощью игрового путеводителя буквально указать себе путь и способ добычи буквально каждой игровой детали что я сразу и сделал но все пошло не по плану мне нужен был газ который добывался уже не мультитулом а с помощью установки атмосферного комбайна но мало того что для этого надо было искать определенную планету и строго определенное место на ней с помощью специального визора мало того что добыча шла крайне медленно требуемое мне количество ресурса добывалось бы около 4 часов так еще и эта штука не работала после добычи пару единиц газа он да подумал я я встречал кучу багов на своем пути но этот казался тупиковым и я не особо горел желанием с этим всем разбираться и знаете что мне повезло где-то между перестройкой своего грузового судна которая шла не особо гладко мне было как-то очень неудобно строить отсеки изнутри так как я не видел общий план этого помещения между всем этим я добыл нужные ингредиенты буквально случайно и я заметил это уже после того как обнаружил что для рецепта сверхпроводника у меня уже все есть откуда я достал нужные материалы без крафта ну я много чем занимался и дни в no man sky пролетали с невероятной скоростью я получил их либо после разрушения какого-то планетарного склада который охраняли стражи либо с космической экспедиции словом я был рад что эта проблема решилась сама собой по заданию меня просили каждый раз искать аутофагов в новой системе и я постоянно искал новые планеты с диссонансом чтобы уже там включить сканер и найти поселение где наконец-то собрал себе новый посох выглядел он не как новый но был чертовски мощным даже в сравнении с мультитулом стражей ну а анимация применения ну да выглядит так себе но я слишком много пробыл в этом мире он и я становились единым целым я уже не человек no man sky и выполняя повторяемые задания я понял что необязательно каждый раз лететь в новую звездную систему можно даже не покидать текущую планету и просто зарядить сканер атлантидием и выполнить новый поиск после чего он найдет новое поселение и уже теперь я мог говорить с каждым аутофагом и брать у каждого из них по одному заданию за которые мне начали давать ту самую пыль пустоты которая нужна была для открытия новых обликов для странника и прочих плюшек и я потратил невероятно много времени чтобы нафармить себе их в достаточном количестве задания были очень простыми пойди принеси полети почини так что 10 дней до финала этого видео и я решил добить главный квест с аутофагом целиком нужно было отнести атлантидией компьютер на аванпосте и он принял этот материал так же непонятно как появилась какая-то ошибка и последовательность кода надо говорил что эта хрень выглядит дружелюбно но выглядело это слегка иначе только я еще не представлял что в будущем мне придется сделать с атлантидием и какому существу его показать пока это было похоже на тыканье пальцем в небо мол ни мы ничего не знаем ни сам надо и мы просто тестируем этот ресурс на слабых вычислительных машинах правда не уверен что ядро космической станции можно назвать слабым ядро выдало координаты к которым невозможно проложить курс и настроить какие-либо торговые пути или связи для взаимодействия как с другими космическими станциями и когда я сел в звездолет то уже он взаимодействовал с атлантидием я потерял управление над кораблем и спустя какое-то время навигационная система корабля показала мне координаты источника атлантидия новой атлантиды вот к чему привели меня координаты эта штука выглядела чарующе и слегка устрашающе из какого-то подобия древнего бортового журнала я понял что эта хрень была связана с атласом и возможно даже когда-то было им а может быть у расы аутофагов все-таки удалось приблизиться к атласу стать таким же единым разумом с безграничными возможностями но что-то пошло не так я сделал офигительно красивый скриншот не зная что я буду делать с ним дальше попытался залететь сюда так как эта штука была похожа на аномалию но спустя пару попыток увидел маркер задания и улетел прочь к слову вот так я выгляжу теперь один в один как аутофаг и в этот раз атлантидий взаимодействовал с мегалитом портал открылся и я в предвкушении представлял будущую встречу с атласом опять я появился посреди космоса и опять остался в живых я показал атлантидий атласу он отторгал этот материал так как данные были повреждены и нечитаемы я поднес атлантидий ближе и он вызвал критическую ошибку атлас показал видение утраченный розум корвакс прайма его процветание и падение значит все же когда-то корваксом удалось приблизиться к атласу но ни к чему хорошему это не привело и некогда великий вид превратился в брошенный хлам атлас боялся почему-то он отвергал этих существ и атлантидий связанные с ними но по-видимому атлас таки не принял атлантидий и отпустил меня и как я понял это было завершение этой сюжетной ветки я полетел к надо за ответами хотя откуда ему знать то что не знает атлас частенько надо называл атлантидий пурпурной решеткой и говорил что она существует там где не бывал даже атлас и что она бросает ему вызов доказывает что он не бог надо лишь добавил когда-то она была домом попросил у меня оставить атлантидий ему и завершил диалог словами существует много возможностей найди свой путь вперед найди друзей таков твой путь чем я и занимался ведь что мне еще оставалось когда я спросил надо чем он будет заниматься знаю что вселенная будет стерта атлас рано или поздно будет уничтожен надо лишь ответил тем же чем и всегда остаток времени я занимался всем чем мог летал между системами пригласил специалиста оружейника на свою базу а после и фермера построил пару гидропонных блоков для выращивания растений подключил их к сети под самый конец стодневки накопил ртути на покупку шепчущего яйца из которого по слухам можно вырастить живой звездолет и в этом задании мне пришлось плыть к новому квасту по морю пару километров а в итоге оказалось что там был микро островок где я мог бы просто сесть на своем звездолете добыл гексит создал мост сознания и получил хрупкий нейронный ствол для будущего корабля который должен был расти в безопасной среде целых 20 часов реального времени а ведь стодневка уже подошла к своему финалу это были невероятные 25 часов то даже больше выживание во вселенной ноу мэн скай игра поразила меня своими масштабами и своей загадочностью и пусть спустя все это время недостатки игры становятся все более видимыми я рад что мне удалось провести в этом мире столько времени построить базу завести целый автопарк звездолетов тогда же завести целую эскадрилью со своим главным грузовым судном который в силу своих масштабов был некой переносной базой познакомиться с разными видами познакомиться с атласом завести свой маленький житомир на который каждый раз нападали сломанные стражи пусть он и выглядит лишь как декорация все же с момента того как я стал новым мэром он очень сильно изменился на 50 часов я стал странником во вселенной ноу-мэн-скай и это было мое приключение пишите комментарии ставьте лайки зацените другие мои стадневки и более короткие и охрененно веселые видео не забывайте что можете поддержать канал не только лайком но и донатиком и увидимся в новых видео эй чувак или может не чувак поддержи влепи комменты лайк поставь подпишись будем пилить виндосы ломать алгоритмы сети Легко, но мне нужен ты